друзья всем привет с вами фэшн вектор дизайна я чайковская катерина сегодня мы будем рисовать с вами классические мужские брюки ну почти классически с некоторыми изменениями потому что у нас начался блок в котором я показываю мужскую одежду в предыдущем видео мы рисовали футболку и моделирование футболки добавляли рукава моделировали горловину в этом видео будем рисовать брюки и так я использую шаблон для рисунка технического мужского вы можете скачать по ссылочке под этим видео и так а я уберу ведь со спинки конечно же когда мы рисуем технические эскизы и когда мы передаем конструктору нам нужно нарисовать вид спереди и вид сзади но я вам показываю только вид спереди для того чтобы у нас был процесс более быстрым ну и конечно же основные принципы по рисунку только переда вы можете понять а спиночку дорисовать уже сами и так брючки у нас будут симметричными поэтому я смогу нарисовать только одну брючину потом ее соответственно раззеркалить вы можете рисовать правую или левую в зависимости от того как вам комфортно у нас есть линия далее и конечно же у нас есть основные линии и линия по которой будет идти стрелка на брюках тоже здесь обозначена что крайне удобно для рисунка выбираем инструмент перо черный контур обводка в один пункт и не пунктирная линия и так а брючки будем делать чуть-чуть заниженные относительно классической линии талии в принципе очень хорошо это посадочка смотрится а если например у мужчины животик здесь у нас много бы модельные фигуры да если есть животик то обычно делают даже еще понижают линию для того чтобы животик был более мягко облегала вот соответственно линия пояса либо же делать ее более свободной и ну подтяжки которые идут как раз все это поддерживает но мы будем рисовать на более или менее такую модельную фигуру поэтому я себе позволю слегка занизить линию талии это не значит что у меня там будет это неприличная линия да просто относительно классики мы ее чуть-чуть занижаем штанина будет прямая вот здесь можно нарисовать такой микро как заломчик соответственно сейчас здесь помягче сделаем потому что некрасиво получилось сама форма вот рисуем потом мы всегда с вами можем поправить то что нам не нравится да и соответственно это все сделать вот она у нас будет линия соответственно стрелки если она нужна есть брюки которые заутюживаются не заутюживаются зависимости от модели до какой мы хотим соответственно степень облегания и вот она основа нашей брючинки у нас получилось сейчас мы все поправим все что тут у нас слишком перегруз до идет там насколько у нас точки и так далее всегда этим иллюстратор и хорош потому что вы можете ту точку которая вам нравится не нравится с ней что-то сделать поправить посмотреть как это будет отражаться на эскизе и никогда не будет вот то что при рисунке от руки многим сложно дается именно таких затертостей то что вот у нас тут что там было я нарисую легкую стрелку не обязательно нужно жестко заглажено просто то что она вот здесь у нас в наличии вот она стрелка получилось соответственно что еще у меня будет у меня будет это называется china pocket ну по крайней мере дело в том что мы работали в компании работала много с мужской одеждой и у нас в работе использовалась английская терминология в силу того что производство было в странах юго-восточной азии это было индия это был кита это была турция и вся документация шла на английском языке поэтому универсальная терминология была английская естественно переводить на все языки достаточно сложно да когда документация идет универсально на английском тоже все менеджеры которые работают они могут это все перевести то есть например мы отправляли наш китайский офис китайский офис от переправлял китайцам либо же дополнительно при необходимости переводил английскую документацию на китайский язык и таким образом у нас получалась документация которая ну на таком на универсальном бизнесе языке получилась поэтому не удивляйтесь что я иногда употребляю именно английскую терминологию если вы будете работать в крупных брендах скорее всего производство будет в разных странах я вот кстати не знаю у меня сейчас коллеги переходят на работу с узбекистаном и пока вот вопрос а на каком языке они будут общаться то есть документация будет идти действительно на русском а или же все-таки ну будет принят универсальный язык а и будут общаться на английском пока не знаю вот с теми с кем я общалась идет разговор об открытии офисов в узбекистане для того чтобы можно было все контролировать потому что когда идет производство это всегда много образцов это всегда общение с производством контроль качества партии и так далее поэтому а здесь конечно же будет много общения между сторонами и это тоже нужно понимать посмотрим как дело разовьется общаюсь с коллегами слежу ну в общем то вот с турции и с китаем с индии со всеми общаемся на английском это такая универсальная история и так брючки основу я нарисовала как видите я их раз зеркалила там ничего сложного нету если одна штанина сделана у брюк особенность но по крайней мере то что часто встречается например по низу брюки будут подшиты либо швом который не видим либо будут подклеены иногда даже в некоторых брендах брюки мужские продаются не подшиты и на максимально заложенный рост у каждой марки он свой поэтому я не буду говорить универсальный какой-то да то есть ну там например на метр восемьдесят пять вот эта модель идет на метр восемьдесят пять и уже как бы в магазинах прямо в самих магазинах а может оказываться услуга по подшиву брюк по росту то есть вы покупаете грубо говоря верхний пояс до относительно того подходит он вам или нет и соответственно уже подшивается просто длина индивидуально под человека кстати там тоже если есть животик нет животик немножко по-разному идет посадка вот и длина тоже подшивается под это на какую обувь будет носиться там сейчас совершенно нормально когда носится на например даже более-менее классичные вещи с кедами а или например с кроссовками или на какие-то мужские туфли то есть это тоже все меряется сразу правильно и соответственно обрезают поэтому вот в классических именно брюках когда мы имеем вот такого плана вещь очень часто вы от строчек никаких не увидите а и это совершенно такая естественная история просто нужно понимать что они делаются так специально поэтому здесь у нас будет такой легкий минимализм вот кстати по поводу того как вот придать какую-то живость эскизу да а не планирую здесь ничего сверхъестественного просто сейчас создам несколько теней для того чтобы это все было принципы рисунка мужской женской одежды они практически не отличаются именно с точки зрения программы иллюстратора то здесь все то же самое рисуем половинки делаем раззеркаливание ничего сверхъестественного вы здесь не увидите это все совершенно как бы точно также также рисуются тени большими мазками вот поэтому единственный наверное момент это ну как бы в чем возникает вопрос у дизайнеров я по крайней мере знаю по коллегам да то что если человек например долго работает именно с женской одеждой то потом достаточно сложно перестроиться на рисунок мужской одежды она получается достаточно такая женственная и здесь конечно же очень хорошо спасают шаблоны мужской фигуры то есть когда вы сразу за основу берете мужскую фигуру начинаете на ней рисовать а потому что немножко до другая пропорция до получается и конечно же это вот прям облегчает вот видите очень простая тень по форме я не усложняю ничего то есть у меня получилось 3 тени вот они у меня простые вот здесь просто показываю что есть ну некоторая будет такая полу складочка в районе колена и делаю ее полупрозрачной вот все даже больше усложнять ничего не буду как я сказала по отстрочкам бывают так называемые пайпинги тонкие такие краешки бывают здесь от строчка бывает что ее нету я рисую достаточно минималистичный вариант когда нет вот на мой взгляд коротковатые они да соответственно мы их удлиняем вот то есть сделали на ней вот она база с которой можно дальше работать я заранее озаботилась и подготовила три варианта заливок давайте я сейчас копирую то что у нас есть и мы с вами сделаем заливку ну во первых естественно а если мы говорим про брюки то они могут быть например какого-то базового цвета ну скажем сине-серого оттенка достаточно такая классическая история да вот например у нас будут брюки так такого сине-серого цвета или серые брюки что тоже очень классический вариант этот цвет мы сюда запихнули так и пояс тоже окрасим пуговка может быть там в тон может быть другого оттенка это вы уже сами смотрите кстати вот когда идет перри заливка например видите у меня черно-белый эскиз нарисован черные линии белая заливка когда мы делаем заливку темным цветом иногда обоснованно сделать вот что во первых цвет тени нужно непрозрачность увеличивать и желательно взять цвет основы ведь вот он темный синий такой вот и потом его затемнить у вас будет смотреться более естественно и вот не прозрачность поправить видите более естественно начинает смотреться заливочка это тоже вот желательно править и еще один момент который я хотела показать с кем сталкиваться мы цвет контура делаем не черным а средний серым его становится лучше видно потому что когда на темном заливке у нас цвет контура серый его хорошо видно когда черный его просто элементарно не видно давайте сравним просто чтобы было понимание вот смотрите вот он черный цвет а вот он серый цвет это именно для эскиза это не то что я имею ввиду что здесь у нас будут там какие-то яркие контрастные линии или что-то еще а просто для яркости восприятия эскизы чтобы когда вы на него смотрели вам было более понятно более контрастно как нарисован эскиз можно делать серый оттенок и если вам кажется какие-то вещи более там они очень контрастные получаются можно например вот сделать более тонкими линиями они будут тогда мягче смотреться это вот такой просто ну лайфхаку потому что мужской одежде с темными низами мы вообще работаем достаточно часто и это нужно помнить что я еще хотела показать у меня есть несколько заливок готовых одна из них вот смотрите вот такая клетка это вот такая клетчатая история сейчас мы ее сделаем помельче так где у меня инструмент вот он а ну давайте скажем так на 25 до вот такая вот клеточка то есть брюки мужские из шерсти допустим или поливискоза это может быть вот 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 такая вот у меня будет клетка видите сначала заливается очень объемно потом я предлагаю сделать на 25 и вот у меня получаются мужские брюки из клетчатой ткани еще вариант у нас может быть по крайней мере я сделала такой вариант да сейчас давайте двойной клик сразу выберем вот эту заливочку и вот такой вариант у меня есть другая клетка вот такая клеточка да что сейчас сделаю видите слетела у меня масштаб тоже поправим что здесь нужно помнить конечно же нужно опираться на то как у нас с вами выглядит клетка в реальной жизни потому что в реальной жизни она может быть там 10 на 10 сантиметров если вы начнете на эскизе точно так же рисовать 10 на 10 ну естественно это будет смотреться как минимум странно вот и мы приблизительно под эскиз подгоняем пропорционально как бы она смотрелась если бы эта ткань была на эскизе то есть восприятие сами видите когда крупная клетка заливается это одно а когда она мелко заливается это уже совсем другое еще вот такое вот у меня конюшечка есть типа твила вот смотрите как плохо смотрится серый контур сейчас мы его поправим обязательно потому что вот к этому и к этому хорошо подходит что у нас выполнен серый контур а вот здесь уже серый контур нам не подходит категорически выбираю весь эскиз убираю только тени не хочу чтобы не было заливка мне это не заливка контура это не нужно цвет контура вот и поправляю на черный и поскольку очень такая на контра контрастная и пестрая то естественно сейчас выберу вот эти части чтобы их было лучше видно вообще при работе с фактурными какими-то тканями там конечно нужно смотреть насколько ярко смотрится эскиз иногда его просто элементарно становится не видно сама ткань вот она видите достаточно такая мелкая елочка то есть при приближении на эскизе видно что это все нормально и можно как рисовать можно например сам эскиз заливать более мелко а вот здесь уже прикладывать как будто бы фотографию реальной ткани или действительно распечатывать прикладывать реальные образцы которые вы можете там сфотографировать в магазине либо вам поставщик пришлет и вот получается уже такая более реалистичная история ну вот смотрите мы с вами проработали да у нас получился технический эскиз конечно же его нужно нарисовать со спинки и дать ему дополнительное описание у нас получился однотонный эскиз может быть это будут поплиновые брюки это может быть сатиновые брюки которые просто однотонны из одного цвета и вы как бы эту ткань просто приблизительно прокрашивать а могут быть какие-то рисунчатые ткани могут на принтованные быть могут быть уже изначально тканые какие-то и выводу показываете примеры а как это бы смотрелось если бы это было в ткани можно собирать и брючные костюмы это может быть тройка до брюки и жилеты и пиджак это может быть брюки пиджак самые разнообразные иногда даже ткани друг с другом сочетаются там например делают трикотажные джемпера вот одно время было модно и делают трикотажные такие нашлепки на локтика будто как заплаточки и там дополнительные пайпинги вставляют чтобы сочетались между собой то есть это единая коллекционная такая история очень много разного всего интересного можно делать но вот таким способом на спокойном мужском ассортименте можно показать как это будет смотреться работа со спокойными тканями достаточно темными как правило если мы говорим про низы она мужском ассортименте очень очень часто встречается вот базовые приемы я вам показала используйте на этом все если понравилось ставьте лайк не забывайте писать комментарии если у вас есть какие-то вопросы вы хотите чтобы я что-то что-то ответила я смотрю сама отвечаю если хотите чтобы я что-то нарисовала тоже пишите я все читаю все смотрю сейчас идет мужской блог но несмотря на это я все равно бы могу показать и что-то другое конечно же все до скорых встреч пока пока